Эх, прокачу! Здравствуйте, кто-то знает, вы любители лёгких видов спорта. Вашему вниманию короткий, красивый, совершенно безмонтажный ролик, который я обещал не снимать, пока я не смонтирую всё, что должен смонтировать, но вот смонтировать не получается. Так вот, что мы имеем с гуся? Мы имеем здесь гору под нами и облака, которые нам надо перелететь. И мы это сейчас сделаем бодренько, потому что иначе нам путь домой будет отрезан. То есть должен быть элемент же хоррора в любом видео. Отважные пилоты мужественно штурмуют, страшные перевалы. Вот я рассчитал так высоту, чтобы мы с одной стороны и не боялись, а с другой стороны, чтобы мы понимали, что настоящий хоррор. Вот она, вершина под ногами, вот она. Оп, ну я всё рассчитал, я всё посчитал. Видите, вот, оп, и я влетел в ротор. Что такое ротор, спросите вы? А я вам сейчас покажу, что такое ротор. Вот, вот у нас падает облако. Если вы немножечко присмотритесь, то вы прям поймёте, как оно падает. Оп, облачный водопад. Недавно был ролик, где мы там чинили пепестель бензиновый мотором. И там был снят такой длинный таймлапс. И ускоренно, так сказать, весь процесс ускорен. Было видно, как действительно блока падает. Ну, часть таймлапса, к сожалению, не получится. Слишком коротко мы тут летаем. Но, вообще, представление о облачном водопаде вы понять можете. Вот, сейчас красиво смотрится. Ну, и понимаете, да, что у меня есть снижение здесь. То есть воздух падает за горой вниз. Соответственно, с воздуха он падает. Падать будем, ну, не падать, а снижаться будем мы. Да, здесь, видите, обманул я вас. Здесь набор. Почему получается набор? Потому что воздух сначала падает вниз, а потом отскакивает вверх. Это классическая роторная ситуация. Что такое ротор, я когда-нибудь потом покажу. Такое взвихрение, можно сказать, это ротор. Вихрь такой за горой, когда более сильный ветер. Сейчас он не очень сильный. Поэтому вот это все, что падает вниз, не создает адской страшной турбулентности. Вот. А так-то обычно турбулентность присутствует. Тут это все может завихряться такими жуткими вихрями, враждебными веять. Ну и так далее. А так вот, ну, совершенно не враждебные вихри. Скорость ветра там совсем дохлая. Поэтому это такой, знаете, ручной вариант ротора. Парапланиристы не любят ротор, потому что когда, видите, трясти начинает. Вот, в принципе, даже оп! Ну, кстати, так трясется знатно. Парапланиристы не любят ротора, потому что там параплан складывается. Вот мы сейчас летаем там, где присутствует ужас, настоящий боевой ужас парапланириста. А мы, видите, не боимся, настолько трясет немножко, качает. А планер выдерживает достаточно большую перегрузку. И можно вот этого ротора не бояться максимально, вам его исследовать. И у меня на параплане 3000 часов. И, конечно, мои парапланерные инстинкты сейчас говорят, придурок, куда летишь, зачем тебе это надо? Слева страшная гора, откуда дует ветер, ай-яй-яй! Ну, мы же этики не боимся. Только что прошла гроза, и мы, собственно, чем мы сейчас занимаемся, да мы просто решили... Эть! Ну, прям трясет знатно. Решили разрядить на электрическом тупестреле батарейку. Вот сделали такой красивый полет. Вот чем прекрасен тупестрель? Тем, что можно просто взять, слетать, разрядить батарейку. Вся зарядка стоит 2 евро. И вот на 2 евро такое вот бесконечное море удовольствия. Ну, а дальше, собственно, что? Дальше аэродром, посадка. Потоков сейчас нет, но мы немножко могли бы сейчас поболтаться на этом склоне. Я думаю, что уже спокойненько пойдем в сторону аэродрома. Может быть, где-то еще чуть пошалим. Так, что это мы, как мы хотели пошалить? С высотой у нас. Высота есть? Бабочку просил меня Иван ему исполнить. Сделаем бабочку? Да, надо. Да, надо. И как раз нам хватит высоты дойти до аэродрома, приземлиться. Что такое бабочка, друзья? Это разгон до желтого сектора. Потом ручка на себя. И вот примерно в такой позиции проворот планера морды в планету. Разгон. Ну, да, главное, чтобы планета была подальше. И потом следующая фаза опять. Раз. Ну, сейчас я уже в морды в планету так сильно не буду, потому что планета рядом. Вот так в планету так чпунь. Потом так ух. Вот других терминов и нет. Чпунь, ух. И морды в планету. Как тебя? Огонь? У нас есть индикатор перегрузки. Ну, в принципе, больше 3G кп стрелечку не насилует. Зачем такой хороший планер, так сказать, дополнительно изнашивать перегрузкой? Надо, кстати, выключить нам лишнее. Вот, 37% мы оставили. Набрали мы чуть больше двух километров. Вот видите, пошалили. Дождь какой-то начинается, кажется. Кстати, там осадки подходят с востока. Так что из севера осадки подходят. Ну, короче, такой день с грозами. Ну, такой день с грозами, как вы видите, можно немножечко полетать. Давайте я вам сейчас пройду около склона шлавлива. Проход у склона – это, собственно, один из элементов обучения начинающих пилотов. Потому что, если ты летаешь в горах, то умение работать по рельефу – крайне важная составляющая, как вы понимаете. И тут по рельефу самое главное – не бояться слепого инструктора Волкова, который видит плохо, но расстояние до рельефа чувствует прекрасно. Вот сейчас тапки над пропастью. Оп, смотрите, как красивенько можно пепестрелить деревья. Дождь пошел. Прямо конкретный дождь. Вот это мы пошалили, полетали. Все, срочная эвакуация, срочно на аэродром. Почему срочно? Ну, потому что, на самом деле, не хочу я долго летать при дожде. При дожде вот эти капельки, они попадают все-таки в приемники воздушного давления. И через какое-то время, может быть, не очень хорошо. По крыльям стекает вода. И вообще, так сказать, коррозионная стойкость этого планера высокая. Но зачем? Зачем в нижний раз его мочить. Среди аэродрома нас летаем только мы. Вот таких идиотов, как видите, не так много. Так, ну, с другой стороны, почему бы вот не взять вот так наслетать, потренировать взлет-посадку? Собственно, у нас основная задача была потренировать взлет, набор высоты, посадку. А вот и дождик кончился. Ну, все с крымгаром и будем приземляться. Так, ну что, ты готов? Морально, морально и физически. Ну, прячься на телефон, тебе что-то на посадку заходить. Уж ролик отснимем. Как ты промажешь милые полосы сейчас. Готов, бери ручку. Так, друзья, я вам покажу, как на пипистреле. Ну, во-первых, надо переставить на Т режим. Оттримирую планер, чтобы на 110. Оттримирую его на 110. Все, теперь мы. Шасси вот как выпускается. Зачпок. И потом, видите, должно быть чунь-чунь-чунь, чтобы наставил на упор. Доклад. Сцеллабадин динитадоу, Винг лендинг на норд. Кой ту саус. Какой дорт? Норд? Нет. Хоть, кстати, северный ветерочек есть небольшой, но недостаточный, чтобы. И высоты у нас чуть-чуть многовато. Берега за интерцепторы. И сливай потихонечку. Да, вот такая посадочка в дождик. Иван учится в Италии летать. В итальянской школе летной. Но на обычном плане, или на пипистреле он тренируется. Потому что... Так, ну, поехали. Третий. Можешь тормозачек подобрать. Убери со всем их. Убери, у меня. Тут еще дождь. А дождь портит аэродинамику нашего планера. 110, держи. Аэродинамику нашего волшебного планера, он, конечно, немножко портит. Так. Телефон я брошу, потому что, наверное, буду помогать. А может, не брошу. В зависимости от того, как Иван будет заходить. Самое главное, что... Пипистрелинка с лучей. И крутящий очень. Ну, все, можешь тормозать. Поможешь себе тормозать? Угу. Вот так. Тормоза даже, кстати, видите, автоматически они могут держаться. Больше 110 только не делать, не надо. Это будет избыток энергии. Зачем нам это надо? Вот самое тяжелое, на пипистреле поймать ось полосы. Потому что, как вы понимаете, планер, когда посадка рядом, и не всегда у новичков получается четкую ось поймать. Ну, вот. Вот, хорошо сейчас. Дай, да, да весит весь, и еще веси-веси-веси-веси-веси. Чуть на себя, оп. Ой, какой козел. Я взял. Ну, тут что могу сказать. Видишь, как его разбатывает, если бы уже изначально немножко откачнуть. Оп. подъезжаем к нашему ангарчику на пипестреле крайне важно коснуться на минимальной скорости то есть не допустить касания на скорости там не знаю 80 или 90 вот 70 где-то вот если укоснуть на чуть больше скорости он опускает он касается на колесо опускает заднее колесо взмывает летит какое-то время если вы попытаться вот так бы мы притереть то он начинает прыгать что собственно сейчас и было ну на камеру не попала для этого мы и тренируемся до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов ты доволен